Сказка. Апельсин. Морская или заморская свинка? Хомячок точно не помнил. Подарила ему апельсин. Что же делать с апельсином? Хомячок не знал и поэтому оставил его у входа в норку. Хомячок, что это такое? Спрашивали лесные жители. Что-то круглое и желтое, отвечал хомячок. А как оно называется, я не знаю. И правда круглое, удивлялся ослик. Только цвет кажется и а не совсем желтый. И что ты с этим круглым и желтым делать будешь? Спрашивали хомячка. Лесные жители. Полежит немного и выброшу, отвечал хомячок. Нехорошо сразу выбрасывать. Это же подарок. Но звери в лесу просто места себе не находили. Лежит у норки хомячка что-то круглое и желтое. А что, никто не знает. У волка бессонница появилась. У сороки аппетит пропал. Говори, говори, что это такое? Или я тебя раздавлю? Пригрозил волк. Мне заморская свинка говорила, но я забыл, отвечал хомячок. Что от лис надо убегать, это он не забывает. А самое главное, забыл. Проворчала лиса. Лежал апельсину норки хомячка, пока его не увидел кабан. Что это такое? – спросил кабан у хомячка. Не знаю, – ответил хомячок. Сейчас разберемся, – хрюкнул кабан. Он откусил кусочек апельсина, задумался. Сбежавшиеся звери, затаив дыхание, смотрели на кабана. Кабан съел апельсин и даже не поморщился. Ну что, разобрался? – спросил волк. И едал я гадости и похуже, – сказал многозначительно кабан. Что же это такое? – спросили звери. Кислая картошка, – ответил кабан. И а почему она желтая? – спросил ослик. Заморская, – там всё не как у людей, – ответил кабан. Так мы и думали, – сказала лисица. Разве хомячку подарят что-нибудь хорошее? Я вспомнил, вспомнил, – пискнул хомячок. Это называется апельсин. Название ничего не меняет, – сказал кабан. Как хорошо, что кабан разобрался в этих и апельсинах, – обрадовался ослик. Теперь можно зря голову не ломать. Продолжение следует... Продолжение следует...